Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, мой обзор сегодня, вы знаете, в защиту правдивой Ольги, в защиту моей подруги. Ни для кого не секрет, что это моя подруга. И это не только моя подруга, это очень достойный, прекрасный человек. Тем, кто не знает, я обязательно сегодня об этом расскажу. Ольга была бы против, но я скажу, знаете, закончилось то время, когда надо молчать. Так вот, этот обзор сегодня у меня на трех баб. На три вот эти вот непонятные особи, на три оно, на три какие-то непонятные шушеры, на строгую, на казачку и на канал без цензуры. Да, без цензуры мы сегодня тебе делаем бесплатную рекламу. Пользуйся случаем, сволочь, пользуйся, шавка. Так вот, что я хочу сказать. Сразу хочу предупредить всех тех, кто будет заламывать руки в экстазе и говорить о том, что как вам не стыдно, не надо сейчас об этом говорить, сейчас надо призывать к миру. Так вот, что я вам скажу. Моя подруга, правдивая Ольга, 10 дней, как и я, призывали людей к миру. 10 дней моя подруга, перебарывая себя, находясь в сложной ситуации на Украине, пыталась помочь себе, пыталась помочь своей семье, пыталась помочь посторонним людям, пыталась помочь абсолютно всем. Ее гнобили, ее семью травили, ее обзывали нацисткой, ее семью называли семью нацисткой, фашистами и так далее. Где вы были, товарищи? Где вы были правдоробы, которые когда-то клялись Ольге в вечной любви? А я вас многих увидела на канале без цензуры, когда та просто взяла, значит, на превью засунула Ольге на лицо, написала нацистки и так далее. Вам так захотелось в это поверить? Вам так захотелось устроить суд Линча над прекрасным, честным человеком? Вы просто не подумали о том, что в следующий раз на этом суде Линча можете оказаться вы. Вот эту охоту на ведьм могут открыть на каждую из вас, на тех, кто захотел промолчать. Так вот, запомните раз и навсегда, молчать никто не будет. Молчать из-за трех шавок, их не трое, их гораздо больше. И мы знаем о них, остальных поговорим позднее, когда они выкинут свои рожи. Рожи, еще раз рожи, которые писали. Нацистские рожи! И все это дело благополучно сливали к себе в сообщество. Вот этим рожам я хочу сказать отдельный привет. Рожи, вы, знаете, когда обвиняете людей, вообще вы все, вы вся шушера, когда обвиняете людей в нацизме, фашизме, вы должны иметь непосредственно определенные доказательства. Вы должны обладать огромными доказательствами, потому что я вам могу сказать точно, как человек, который в этом разбирается, помимо того, что ваши каналы сейчас на раз-два взять и удалить, и закидать страйками, что мы сделаем в принципе, значит, в любом случае, как ни крути. Так вот, помимо всего прочего, вы в своей стране, находясь на территории Российской Федерации, разжигаете межнациональную рознь. У нас за это тоже нехилая статья, а также на разобщение народов и так далее. Чем занимались все эти дамочки. Поэтому всем тем защитницам вот этой шушеры я хочу сказать сразу, отписывайтесь безмолвно. Те, кто позволит себе на моем канале писать, отписываюсь, они будут попадать сразу в бан. Писать вы у меня сразу больше не сможете никогда. Поэтому даже, знаете, вот мне абсолютно плевать. Мне вот эта шушера, которая продается за три копейки в базарный день за пучок, она мне сто лет не нужна на моем канале абсолютно. Мне нужны нормальные люди, на моем канале их полным-полно. И еще я хочу вам сказать одно. Не все продаются и не все покупаются, как делают это строгие, казачки, бесцензурные, швали и так далее. Есть люди, для которых понятие есть, принципы, представляете, есть. Для которых есть понятие друзья. Так вот, я свою подругу не продам ни за сколько подписчиков, абсолютно. Она всегда была и есть моей подругой. И надо будет, я встану за нее всегда горой, потому что я знаю, кто такие мои друзья. А вы швали конченые, которые продаете свои семьи, своих мужей, как делала эта казачка уже не раз, продавая своего мужа на ютубе, рассказывая о том, как же у них все там сложно, да, продавая свою дочку, которая хотела вздернуться. При всем при этом вчера обсуждала 13-летнюю дочку. Правдивый казачка, ты переживаешь за свою дочку, которую ты обосрала на весь ютуб. А тем, кто будет говорить вот, вот и призывать к добру, я вам хочу сказать так. Так, вы знаете, две недели тому назад, когда я улетела отдыхать на Мальдивы, а моя подруга устроила стрим, я благополучно к ней пришла, был такой разговор за строгую. Мы сказали, да, да, это женщина, которой надо поставить памятник за то, что у нее ребенок инвалид. Да, нельзя это кощунство ее обсуждать. Так вот, вот эта женщина с чего-то решила, что ей надо ставить памятники, но при всем при этом она не стала жалеть матерей ни с одной, ни с другой стороны. Ни со стороны России, ни со стороны Украины. Ей было плевать, как она орала на вчерашнем и позавчерашнем стриме. А те, кто кричал, что мы такого не видели, ну, разуйте глаза, значит, посмотрите ее стрим. Я почему-то видела. А вы не видели, значит, не смотрели ее вот эти вот говностримы. Послушайте, как она орала. Ты, не называй правдивую, я тебя ставлю на карандаш, я тебя ставлю на карандаш. Строгая, засунь тебе карандаш в задницу и прокрути его несколько раз. Он тебе скоро понадобится, действительно. Я тебя ставлю, мы с вас скоро спросим, кто мы, кто мы, строгая. Вы разжигаете межнациональную рознь. За это идет огромная статья, помимо того, что страйки полетят на ваши каналы на Ютубе. И я хочу сказать, что свой канал, который у тебя 700 с лишним тысяч, ты больше столько народу не наберешь. Ты набрала тогда, когда не было у тебя конкурентов. Так же, как и казачка. Имея основной канал 200 с лишним тысяч, мертвая абсолютно по просмотрам, просто мертвой. Это женщины, бабы, тетки, которые, вы знаете, они не являются матерями, они не являются женщинами, они не являются даже людьми. Это не люди, которые готовы ради копейки с Ютуба. Кто-то скажет, да и ты готова. Нет, не готова. Я не готова продавать своего мужа, я не готова продавать свою дочь и кричать о том, что моя дочь хотела повеситься. Я не готова на это. И казачка сама первая кричала о том, что она живет за счет Ютуба, но при всем при этом она кричит, что я не боюсь санкций. Так вот, они орали, что они не боятся санкций. Ребята, я вам скажу точно. Ничего не боятся, только идиоты, дебилы и дураки. Ну, знаете, такие ограниченные люди. Я жду, строгая казачка, бесцензурная шваль, я жду, что вы уйдете с Ютуба со спокойной душой все с сегодняшнего дня. Ютуб больше не монетизируется в России. Вы кричали, что вы щирые патриотки. Ну, я надеюсь, что вы свалите с этого Ютуба. Просто с него свалите. Что творили эти мрази, друзья мои? На протяжении 10 дней с 24-го числа февраля они встраивали, призывали к войне. На протяжении 10 дней они, прикрываясь патриотизмом, со своего канала кричали «Они нам не братья!» «Они нам не братья!» Кричала, повторяя, шавка бесцензурная за своей шавкой-казачкой. Что я хочу сказать? Бесцензурная шавка. У тебя, может быть, нет ни братьев, ни сестер, а я тебе даже сочувствовать и сострадать не буду. Так вот, ты прежде чем орать и рассказывать, что ты сидишь тут вся такая, значит, крутая и так далее, ты свою рожу сначала покажи без фильтров. Ну, ты же орала, да? Вот мне, допустим, нет чужих рож никакого абсолютно дела, но ты орала, что твоя рожа без фильтра. Так вот, мне просто интересно. Вот эти твари, они брали, вы знаете, и разобщали русский и украинский народ. А они кричали о том, что они патриотки, друзья мои. Нет, они не патриотки. Те, кто понимает, кто такие сексотки, они сексотки. Это те, которые, знаете, в 37-й год сдавали, стучали. Сдавали своих соседей, сдавали своих друзей, сдавали своих коллег-родственниц. Дамочки, что ты перепутали? Они решили, что у нас 37-й год на Ютубе. Не, алло, товарищи, у нас не 37-й год на Ютубе. И у нас никто в нашей стране не отменял, даже в связи с последними ситуациями, как раз-таки статью за разжигание межнациональной розни. За нее у нас очень большой срок. Поэтому, как бы, ваши вот эти, кстати, очень кстати, стримы, все вот эти вот превью, нацисты, фашизма. Для тех, кто будет кричать о том, что Оля могла бы промолчать, я вам так скажу. Когда вас и ваши семьи будут публично обвинять в нацизме и фашизме, вот тогда вы будете решать, что вам делать. Моя Оля и я решили не молчать. Запомните это раз и навсегда. Если бы это была я, только бы они вякнули нахуй хоть раз. Я бы их разорвала в порошок. Я бы тут же, без предупреждения, накидала на них страйков. Они кричат, украинцы, отписывай, нет, они кричат, отписывайтесь от украинских блогеров. Они, да, мне братья. Возможно, у вас нет братьев, у вас нет сестер. У вас нет никого. Вы просто мрази. Вы даже не женщины. Вы даже не матери. Вы кричите о том, что надо будет, мой сын пойдет. Вы, мрази, не знаете, что такое мой сын пойдет. Вы не знаете, что такое мой сын пойдет. Одну деду 70 лет. Сыну там хера знает сколько, да? У другой там сын инвалид. Муж Бог знает сколько. Они не знают, что это такое. Зато Строгая вчера кричала, они сидят, давайте покажем этим украинским благерицам, они сидят на нашем российском ютубе. Строгая, ты дура, вот ты Вафлюева, ты дура, мне просто интересно. Вы, так же как и мы, так же как и они с Украины, сидят на американском ютубе, на американской платформе ютуба. Мы все сидим, мы все имеем право на ней сидеть, абсолютно все. И не тебе, Строгая, указывать, кому и где сидеть. Она сказала, я всех поставлю на карандаш. Ребят, вам не смешно? Мне реально смешно. Тетки сидящие и кричащие про патриотизм. А теперь я у этих теток хочу спросить. Я знаю, что у казачки каналу 5 или 6 лет. Казачка, а где ты была, когда был Донбасс? Ну вот у правдивой моей уже спросили. Она рассказывала, что она была частным предпринимателем и помогала, да, и устраивала людей. У меня спросили, мне было на тот 20 момент с копейками. Мы в нашем правительстве, в нашего региона тоже устраивали людей. Мы сдавали деньги, мы покупали продукты, покупали вещи. Мы также трудоустраивали этих людей из Донбасса. А где были вы? У вас были уже 5-6 лет каналы на ютубе. Где были вы? Почему ваш патриотизм проявился только сейчас? А я вам скажу, ребят, а потому что сейчас появилась такая ситуация, когда надо хайповать на чем-то. И они решили круто хайповать на теме чужого людского горя. Они решили это делать, понимаете, без зазрения совести. Им насрать на людей. Вот просто взять огульно и обвинить семью правдивой Ольги в том, что она фашистка, муж ее нацист. А вы знаете, что это за семья? А я вам скажу, я знаю, что Ольга была бы против, но я не буду ее слушать больше. Не буду, потому что моя Ольга – это человек с большой буквы. Это человек, который не истерил на протяжении 10 дней, который призывал исключительно только к миру. И ей навалили по полной негорю. Понимаете, это человек, который сдавал своих быков не от мрази. Не ради нациков, не ради нациков, а ради детских домов. И об этом, кстати, я тоже говорила неделю тому назад в своих роликах, но вы не захотели меня услышать. И вот всем тем, кто на стримах казачки ратовал за то, что правдивая шваль, правдивая нацистка, вы даже не вздумайте, мрази, ко мне заходить на канал. Вам путь на мой канал заказан. И все те, кто захочет мне сказать «Отписка, отписка», засуньте свою отписку себе в жопу. И идите на каналы вот этой грязи и швали, казачки, строгой, на вот эти каналы бесцензурные, неракупожатные. Кстати, бесцензурная бегала по каналу правдивой, по моему каналу пиарилась, не думая о том, что она бегает по каналу нацистки, фашистки, правдивой. Да, как-то так, в общем, да, но без Кибельковой она вообще никто и звать ее никак. И все это нормальные люди всегда абсолютно понимали. Так вот, те, кто захочет отписаться, отписывайтесь сразу, бессловно, потому что кто только вякнет слово, тут женой будет засунут в бан, и вы никогда больше даже не появитесь. Мне на вас насрать. Слава богу, я избавлюсь от этого фашизма, нацизма на своем канале. Потому что люди, обвиняющие нормальных людей в фашизме, это сами фашисты. Это сами больные на голову. Так вот, моя правдивая, помимо всего прочего, что она поддерживала людей и призывала их к миру, она еще кормила мясом детские дома, а также, представляете, несколько дней тому назад она позвонила мне вся в слезах и рассказала о том, что ее подруга попала под обстрел, и у нее осталась годовалая дочь. И сейчас Ольга делает абсолютно все, чтобы волонтеры привезли годовалого ребенка, и Ольга взяла над ней опеку. Моя Ольга человек с большой буквы, так же, как и ее муж, русский муж, который в 14-м году сложил оружие, дабы не идти на братьев по Донбассу. Да, мои друзья – прекрасные люди, а вот вы просто конченые швали, которым захотелось устроить сутлинча, над людьми нормальными, хорошими, достойными, которых они знают уже на протяжении многих лет. Да пусть вам будет стыдно за то, что вы поддержали эту шушеру, которая казачка, строгая, бесцензурная, которая готова за копейку в жопу дать. В жопу дать готовы. Своих родственников засунуть, да, мужей обосрать, что делает казачка, что делает строгая, да, когда она обосралась на весь YouTube, что она сделала, она вытащила тут же своего ребенка-инвалида и начала им прикрываться, и все стали ее защищать. Но эта мразь не защитила никого. Она кричала вчера на стриме. Вам дали коридор, харковчане. Вперед из песни, шуруйте. Куда строгая? Куда им шуровать? Ребят, возьми сына-инвалида и шуруй куда-нибудь. Покажи пример людям. Покажи. Там же нет военных действий. Покажи. Строго. Покажи. Вы все чмошницы. Вы ничего из себя не представляющие. Абсолютно ничего. Ребят, вы знаете, вот честно, настолько это все смешно, настолько это все противно. Есть действительно достойные люди. И это достойные люди. Моя подруга достойный человек, правдивая Ольга. И ее семья достойные люди. Люди, которые в сложную ситуацию помогают другим людям. Которые оказывают другим людям помощь. А есть вот такая вот шушера, которые просто решили вместе собраться в кучку, загнобить ее, затравить ее и убрать ее с канала на ютубе. А у шушера не получится. Запомните раз и навсегда. И всех нормальных блогеров, нормальных обзорщиков я предлагаю объединиться. Создать какой-нибудь, возможно, нам с вами совместный телеграм-канал. Вот мало ли что, да, коснись любую ситуацию. Вот так вот, чтобы вот эти вот мрази не могли открывать свой рот и просто нас всех гнобить своей кучей. Вы знаете, когда летят такие оскорбления в нацизме и в фашизме, это страшные статьи, страшные, ребят. За такие оскорбления на ютубе не только сносятся каналы, но еще и статья огромная. Огромная статья как раз-таки грозит. Так вот, я хочу сказать. Если у вас нет доказательств, а у вас их нет, пиздоболка, бесцензурная, у тебя их нет, не было и не будет. Соответственно, вы теперь попали конкретно. Молитесь, твари, молитесь, просто молитесь. И люди, тем, которым орала вот эта сволочь строгая, отписывайтесь от украинцев. Ребят, не отписывайтесь. Не отписывайтесь от нас, нормальных блогеров, которые призывают к миру. Мы призываем к миру, мы не хотим войны. Люди России, Белоруссии, Украины, люди постсоветского пространства, поддержите нас, нормальных женщин, нормальных девчонок, тех, которых радуют, которые просят за мир во всем мире, которые не хотят, чтобы гибли солдаты, чьи-то дети, чьи-то мужья, чьи-то отцы во всем мире. Но никогда не заходите на каналы вот этой швали, вот этой троицы, которую я уже назвала строгая, казачка, бесцензурная. Не заходите. Не делайте им просмотры. Вот от них действительно отписывайтесь. Ребят, и всем тем, которые защищают вот эту шваль непонятную, я хочу сказать, вы на моем канале писать больше не будете. Поверьте мне. Я вас просто вырежу, как нарыв, как кричала бесцензурная мразь. Я вырежу вас, как нарыв. Вы будете писать на ее канале. Вы будете бегать на наши каналы. Но на наших каналах вы больше писать не будете, друзья мои. Да? Как-то так. Вы знаете, честно, я вообще как-то, когда мне говорили про казачку, я думала, что она гораздо умнее. Когда мне говорили, Галя, это конченая тварь, я говорила, да ну, она вроде нормальная сетка. Но я увидела этих теток воочию. Ребят, не дай бог, не дай бог с такими когда-нибудь оказаться рядом. Вы знаете, те, кто громче всего кричит про патриотизм и так далее, они на этом просто хайпуют и зарабатывают деньги. Казачка, которая орала о том, что я не могу сейчас снимать ролики, потому что сейчас такая обстановка. Не верьте, ребят. Знаете, почему она не снимала ролики? Я уже об этом не раз говорила, намекая, сейчас говорю. Она их не снимала, не снимала по одной простой причине, потому что она знала, что она не выведет эти деньги. А я снимала, как дура, по пять, по семь роликов в день. Вот как снимала, так и продолжала снимать, понимаете? И были такие обзорщицы, которые тоже продолжали снимать в том же режиме. В общем, как-то так, ребят. Поэтому не верьте. Вот эти как раз-таки троица, они, знаете, в жопу дадут за лишнюю копейку. Казачка сама орала, что она без денег на Ютубе, за деньги на Ютубе живет вся ее семья. Потом она кричала, что мы санкций не боимся. Вы знаете, я смотрела на этих непуганных идиоток и понимала, что только дураки ничего не боятся. А что я сейчас хочу сказать? Ау, шваль конченая. Я хочу вам сказать, я надеюсь, все, вы же щелевые патриотки, вы сто процентов сказали, санкций мы не боимся, соответственно, ваша троица, я так понимаю, больше на Ютуб не придет. Вы сказали, что вы пойдете на Дзен, вы пойдете печь хлеб и так далее. В общем, да, смотрим, все, с сегодняшнего дня в России закончилась монетизация. Поэтому казачку мы, конечно же, надеемся больше не увидеть вместе со строгой, вместе с бесцензурной. Ребят, кто в это верит? Я не верю. Я знаю, что они будут трындеть очень много. Да, вот как-то так. Вы знаете, вот честно, реально смешно. Бегали по каналам, бегали, создавали такую шумиху, но самое страшное, что они решили сделать по тихой лавочке, они решили взять и загнобить, затравить канал моей подруги, моей подруги, правдивой Ольги, которая никогда из них никому не сделала ничего плохого. Она их жалела. Они про нее говорили всякие гадости, правдивая никогда на них ничего не снимала, абсолютно никогда. Бесцензурная мразь бегала, пиарилась на ее канале, на моем канале, без зазрения совести, ну, что-то не вспоминала, что она, знаете, нацистка и так далее. Казачка тоже пыталась пиариться за счет правдивой, не знаю, что ей сделала правдивая. Строгая тоже пыталась, кстати, это вот эти прекрасные женщины, строгая казачка, это те, которые дарили мороз, у нее с, этот, внук болел онкозаболеванием, они ему дарили этот, погребальный венок, как он правильно называется, я не знаю, вот эти женщины, строгая, у которой ребенок инвалид, да, с ДЦП страшным, она дарила другой женщине вот этот вот поминальный венок, вы можете себе представить, насколько надо быть мразью, чтобы вот как раз-таки вот такими вещами заниматься. Так вот, они решили просто загнобить канал моей подруги, не получится, товарищи, не получится, молчать никто не будет. За пропаганду вот этого фашизма и нацизма, за разжигание межнациональной розни, за войну, да, друзья мои, многие писали, вот, Снежинская тоже, кто хочет поговорить о Снежинской, заходите, у меня 5 или 6 роликов снято на нее и буду снимать еще, да, она сволочь, так же, как и Вита Лайф, и о ней еще поговорим, но, вы меня извините, вот эти шавки, сидящие, троица, да, решище загнобить человека, который ничего плохого не сделал, прекрасную многодетную мать, мою подругу Ольгу Правдивую, которая хороший муж, которая помогает людям, которых деды и бабки все воевали в Великую Отечественную войну, Саша из России, да, все они говорят на русском языке, они решили ее загнобить и затравить ее канал, не получится, бабки, не получится, тетки, не получится, скрывайте нахер свои стримы, скрывайте свои превью, где вы писали нацистки краткая биография, с завтрашнего дня вам будет жопа, обещаю вам, обещаю вам, со всех наших каналов, вам будет жопа, бесцензурно это сволочь, тебе никакой резервный канал не поможет, я тебе просто обещаю, вы просто три шавки, вот просто три конченые шавки, готовые ради хайпа абсолютно на все, вы три дешевки, еще раз хочу сказать, вы не патриотки, вы сексотки, вы устроили 37-й год на ютубе, не прокатит, абсолютно не прокатит, и всех людей, друзья мои, которые за мир, которые за достойных людей, как моя подруга правдивая Ольга, я прошу вас, пожалуйста, не отписывайтесь от нас, не отписывайтесь от нас, нормальные и хорошие люди, достойные люди России, Украины, Белоруссии, всего постсоветского пространства, просто поддержите нас, потому что мы за мир, мы за мир и за мирное небо над головой, и за то, чтобы не гибли дети, сыновья, мужья и так далее.